Итак, мы остановились на том, что между реальностью и картиной мира существует просвет. Но он подвижен весьма. Вот в чем дело. Обусловлено это тем, что человек воспринимает картину мира, ее осмысляет, с одной стороны, а с другой стороны, под влиянием картины мира, тех ценностей, которые в ней включены, он изменяет реальность. Если реальность меняется, то она как бы подтягивается к картине мира, с одной стороны. А с другой стороны, мы рефлексируем картину мира, мы ее понимаем лучше, она становится нам ближе, понятнее. Но все-таки вы по-прежнему говорите о картине мира как о некоем мировоззрении. Не о карте, типа Анатолий Скотт. Да, тебе говорили, это не карта. А карта привязана, понимаешь? Она не может менять, искоряясь карты, там, давайте как бы уберем здесь этот остров. Да? А здесь можно, понимаешь? Да, да. Мировоззрение как-то мировоззрение. Может связывать с убьем, объем. Просто я почти уверен, что картинья-то как раз говорила карта. Когда о картине мира, он говорил не о мировоззрении, а говорила о картировании. То есть о свободности анатомических, астрологических. Да, можно с ним с Хайдик, я вам помню. Да, но если Бог с ним с Хайдикером, тем более, чтобы он там не писал, из того, что я только что сам цитировал Хайдикер, да, я утверждаю, что, конечно, нормальный, рациональный человек, он удерживает разницу между реальностью и картиной мира. Это он в порядке критики написал свою статью, что не надо этому увлекаться. И действительно, у каждого человека может такое случиться, что у них там все приплетется, и картина мира будет неотличима от реальности. То есть, да, но это такие особые случаи. Ну, деятельный характер картины мира, что она действительно диктует что-то, что она должен словами сообщать, это как бы обязательная деятельность. То есть, картина мира и реальность как отличаются? Вот мне непонятно. Ну, допустим, мы как... Ну, допустим, понятно, да. Содержательно отличаются? Какой способ отличения? Картина мира, она человеку рассказывает, во-первых, о том, как, в принципе, мир устроен, а во-вторых, как он должен быть устроен, понимаешь, да? Вот. И как должно себя вести в этом мире. Вот. Это мировоззрение. Картина мира, проклятый реки сник. Да. Реальность разная. Это просто... Соединение прав, это просто карта. Да, я... Почему? Нет. Нет. Почему, да, это мировоззрение, если иметь в виду общество, да? Но как-то индивидуальное мировоззрение, это, так сказать, не принято так говорить. Ну, почему? Нет. Вот человек придерживается такого-то общественного мировоззрения. Так это можно сказать. Вот. А я тут управляю на то, что картина мира, она складывается под влиянием, естественно, некого общества, общего мировоззрения у каждого индивидуального. И вот этот просвет, который необходимо должен быть между картиной мира и реальностью, вот за его поддержание, мой следующий тезис, ответственна элита общества. То есть, по моему определению, элита общества... Так если у каждого своя картина мира, как элита общества там? Элита общества ответственна за то, чтобы у тебя, картина мира, не слопывалась в своей реальности. Вот именно ответственность. Если у меня своя, как они? Они даже о ней не знают. Вот это их дело. Они же не знают. Наверное, понятно, как элита может, действительно, картину мира там... Но простимулирует, чтобы у тебя была разница, понимаешь, как-то вот создать или там... Ну хорошо. Значит, раз создать тебе такую картину, которая будет у всех одинаковая, а потом бери между миром. Вообще разговариваю о том, что картина мира и это мировоззрение, это разговор как только какой-то уже некорректный. Это мы куда-то скатываемся непонятно куда уже. Не философский, который разговор. Не философский. Мировоззрение — это все, что хотите. Это картина мира. Но картина мира может интерпретироваться в некоторых случаях как мировоззрение. Но почему-то мы такой дотошный. Я же поэтому ни разу не сказал сам слово мировоззрение. И говорю, картина мира, она может в некоторых случаях интерпретироваться как мировоззрение. Вот о чем я утверждаю. И даю определение вот элиты. Элита — это та социальная прослойка общества, которая ответственна за поддержание... которая ее поддерживает. Почему? Потому что элита общества, по моему определению, это та социальная прослойка, которая имеет арбитражный доход с разностью между картиной мира и реальностью. Давайте подумаем, как это возможно? Как можно получать доход с разностью между тем, как должно, что должно и что есть. На самом деле тут существует масса вариантов, как это можно на этом деле зарабатывать. — Сказать всем, мы должны построить коммунизм. Все строят коммунизм. — Нет, ну что ж сказал, да? Вот допустим, вспомни двадцатые годы. Что такой был коммунизм-большевик? Да? Это был «О, черт, черт и не Бог». Потому что он знал, как строить коммунизм, как развиваться в обществе, чтобы построить коммунизм. Он знал картину мира. Прежде всего, он знает картину элиты общества более-менее, ну конечно, индивидуально, но в целом она лучше всех представляет картину мира. Скажем, современная элита общества, она лучше всех представляет, как устроены финансы, которые совершенно определенным образом как элемент входят в либеральную картину мира современного общества. Вот те люди, которые лучше всего знают, что такое финансы, как это устроено, как это должно быть, да? Они являются элитой общества. — Ну как-то странно. Например, вот у французов такая тема есть, что и руководство иезуитов, да, он знал, что Бога нет, да, и потому творил все, что хотел. То есть они как раз получали именно доход в том смысле, что они знали, что реально Бога нет на самом деле, да, и может делать все, что хочет. Как бы, а те верили в какой-то картине мира, что Бог есть, и поэтому, что там можно сделать. — Правильно. — Вы это говорите сейчас как-то по-другому. — Нет. — А как раз большевик того как раз не понимал, что реально. — Нет. Это циничные люди, которые прекрасно знают, с одной стороны, не только как на самом деле устроена картина мира, да, как она создавалась, как она формировалась, и лучше всех знают, как, насколько она соответствует реальности. Но эти люди еще очень хорошо чувствуют реальность, понимаешь, да, и разница между реальностью и картиной мира. Поэтому иезуит, естественно, если это циничный какой-то иезуит, он прекрасно мог вот наживаться на этом. — Современно у того, что, условно говоря, какой-нибудь религии, да, не будем называть там по имени, точно так же может наживаться, знать, что Бога нет, да, и видя, что отчающие как бы какого-то спасения люди готовы принести там жертву там, свои там, не знаю, материальные блага, они могут действительно как бы играть на эти чувства, и накапливать огромное богатство. Да, то же самое, та же самая история. — То есть иезуит называем, мы сейчас будем называть элитой, да? — Иезуитой, 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 конечно. — То есть иезуитой без всякого сомнения была элитой христианского общества, без всякого сомнения тоже самое. Но я хочу сказать, что на самом деле я просто не буду на этом задерживаться, существует, можно найти много способов, и не обязательно, сказать, быть докой собственно в этом самом картине мира, да, но очень хорошо чувствовать реальность, можно, скажем, продать, купить реальность, кусочек реальности, если я хорошо разбираюсь в реальности, я ее покупаю и продаю там, где тем, кто создают картину мира, или ответственны за ее функционирование и поддержание, да? То есть я как реальный человек, я беру кусочек реальности и продаю там. То есть картину мира можно продавать сверху вниз и снизу вверх, понимаешь, да? И вот это элита общества, которая, так сказать, чувствует эту дельту между реальностью и картиной мира, и которая с этого имеет свой этот самый доход. — И надо только наоборот, наверное, иметь картину реальности и увидеть, что в картине реальность есть нечто нереальное, и потом его продают. — И это можно. — Да как вы подавали? — Я же сказал. — Что можно? — Ну, допустим, священник, не верит он в Бога, знает, что Бога нет. И собирает доходы с населения просто потому, что это бизнес. — Ну и что? — Ну, под видом того, что вот, веруете в Бога, там... — Да не обязательно не верит. Ну, как же, ну, не обязательно не верит. Я же тебе сказал, больше... — Реально понимаешь, что все, и устроено, что Бога нет. Понимаешь, что все снижатели... — То есть то, что он не верит в Бога, превращает его в элиту? — Нет, превращает то, что у них есть разница между представлением картины мира и реальностью, позволяет ему делать абитражные операции, да, что он может наживать балакам, играя в игру. — Так балакам может и тот, который верит, что... — Конечно, конечно. — ...слище помогает, но... — Конечно, конечно, без всякого сомнения. Я же привел пример большевика Олиминца. В 20-х годах, которые там в любой деревне это были весьма важные люди, поскольку они знали, как строить коммунизм и как развивать общество. — Тот, что верить не будет воровать. — И в каждой это деревня. — И в конце концов... — Нет, ну хорошо. — А речь не идет о том, что элита обязательно как бы ворует? — Она не ворует. — Почему? Просто это зарабатывает. — Конечно. Я привел пример финансовой элиты, да? — Нет, а где уверен, что на самом деле Бога нет на самом деле? — Вот мне вот это... — Мы правда... — Он знает, что реальность без Бога существует. — Я тоже на самом деле любого. — В общем, вот это... — Ты сам это с иезуитами понял. — Так я про тобой понял, что как бы... — А вдруг он есть? — Неа, не знаю. — Я не уверен, что это вообще как-то имеет отношение к элите. — Почему вот именно это понятие элиты предлагается? — Ну, потому что вот это понятие элиты, мне кажется, более, с одной стороны, общим, а с другой стороны, более конструктивным, как впоследствии увидим. Чем вот такое... — Ну, можно сказать, что... — Допустим, определение элиты, которое вот Сергей Слючев давал, когда... — Чего элиты — это то, что демонстрируют людям образцы поведения и образцы потребления, вот скажем. Чем тоже не определение элиты? — Ну, они могут стать такими. То есть есть первичные определения, которые связаны с этим, с арбитражем. — Нет, ну, просто... Вот у тебя есть... — Ты это определение отдаешь в частностях, а отдаются определения... — В общем, есть картина мира, а есть реальность. — А о чем мы сейчас говорим? — Тот, кто знает о картине мира, о реальность. — Самое интересное, что реальности такой никакой нет, потому что тот, кто думает, что он знает реальность, тот точно так же в другой картине мира находится просто. — Нет. — А есть третья, четвертая, десятая, никакой реальности. — Нет, реально находится между собой картиной мир. — Нет, ни до какой реальности мы добраться не можем. Так, чтобы кто-то знал, там, втайне сидел, да вот реальность-то знает. — Я вижу, что между собой конкурируют картины мира. — Да, если картина мира — это не как-то, а в смысле... Я говорю о быстром элите, понимаешь, социальной, а не у футболистов, которые получают очень большие деньги и задают образец не только поведения, но одежды, всего чего хочешь. Но в моем определении они ни в коем образе не являются социальной элитой. Это точно так же, как и большинство политиков. Я потом это буду объяснять. То есть за этими стоят реальные элиты, реальные хозяева жизни, которые, допустим, составляют сеть футбольных клубов, с чего имеют доход. И выращивают футболистам себя. Почему доход? Я тоже не очень уверен, что доход самый главный. Да, я тоже не думаю. Вы опять пытаетесь вести все это дело к иконам. Большевики-коммунисты никаких денег не получали в 20-х годах. Они получали некий статус социальный. Они получали власть, власть, который в конце концов выражался и в натуральной форме, и в денежной форме. Понимаешь, да? Поэтому, когда я говорю, что они получают арбитражный доход, то это имеется в виду и статус, и в том числе, конечно. Так вот вопрос такой. А вот убежденный, там, такой верующий большевик, или еще кто-то, он действительно понимает разницу между картиной мира и реальностью? У него они не сливаются разве? Не понимают. А вот есть такие, которые не понимают, а то вот. Нет, это вопрос. Вот, допустим, скажем, гитлер. Товарищ гитлер. Он элита или нет? Получается, что нет, потому что он был убежден в, собственно, ее идеал. Был убежден в идеалы свои, поэтому верил ему. Поэтому, за эту позицию, он не является элитой. А получается, знаете, кто с вашей точки зрения элита? Да, конечно, гитлер элита. Он человек ошибся. Понимаешь? Он создал систему, вот, как община вера и реальность. А вашему же определению не элита. А? А вашему же определению не элита. Это... Это лжи элита. Да не лжи элита. Просто мы еще даже... Невозможно рассказать. Это будет отдельный пункт борьбе. Является примером элиты. Сидел человек в психическом доме и думал, что он Наполеон. Потом он вылечился. Но санитарам об этом не сказал. Ромяне. Ты на халяву, на халяву. Получал компот, ты понимаешь, так как сожжился. Нормальная, сука. Вот, 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 я че... Верно. Верно, верно. А насчет Гитлера у меня есть возражение, что это просто произошла борьба. Вот это то, к чему мы подойдем дальше. Борьба картин мира. Естественно, понимаешь. Есть человечество фрагментированное. Есть множество картин мира. Есть множество элит. И мы потом рассмотрим возможность, может ли существовать, допустим, единое человечество. Я утверждаю, что нет, допустим. Что такое глобальная элита? Мы придем к этому вопросу. Сейчас я хочу сослаться на Сергея Сычева, который давал определение элиты. Как я слышал, это те, которые сидят на ресурсах. Вот это мне не очень нравится. Вот мое определение более общее и более конструктивное, поскольку, допустим, кладовщик, вот он на ресурсах сидит, но это не элита. А вот с другой стороны, член Президема Союза Композиторов, да, это элита. Хотя ресурс его весьма так символичен, да. Композитор его ресурс, причем композитор его ресурс, музыкант. А у кладовщика, если он не собственник, то, конечно, ничего. А если это он сам хозяйственник, знаете, вот если он заслужит, то... Нет, из кладовщика элита, конечно, может вырасти. Ну, допустим, Ростропович... Более верно, чем... Ростропович, конечно, без всякого Президиума, это элита. Да, потому что вот это вот такие сдохшие люди, которые понимают, что к чему-то. Вот Ростропович, если мы о музыкантах заговорили, вот в моем представлении, человек, который первым вообще получил дом на набережной Невы, совершенно на халяву, да, вы знаете эту историю Собчака. Ну, конечно, это элита. Так а в чем у него проявлялось? Проявлялось это в том, что он опять отличал картину мира от действительности? Ростроповича-то? Нет, но вот новая картина мира появилась, либеральный демократический... Я тоже думаю, что он ему верил, но он мне уже верил. Который был и одет, конечно, да, конечно, но, тем не менее, вот он смог буквально во второй год получить первым особняк... Нет, ну, это немножко странно, потому что, смотрите, недостаточно ведь знать там картину мира, и знать реальность, нужно еще оказаться в нужном месте, в нужное время... Но мы тебя не задавались. Нет, ну, нет, просто как бы... Но Ростроповича-то... Ну, там, знаешь либеральную картину мира и знаешь реальность, да? Находишься на космической станции, вот, и будешь там находиться... Дело не в этом. Может быть, человек, наоборот, заблуждается, но ты тоже можно арбитраж делать между картиной мира и своим заблуждением. То есть такой же можно арбитраж построить. Ну, так это тоже мутылитой, что ли? Ну, можно, как бы, быть в какой-то другой, ортогональной позиции, допустим, верить каких-то там чертей и ангелов, и из этого делать деньги, да? Ну да, нет, то есть, как бы, ты веришь там в чертей, а они тебя не могут победить, понимаете? Ну, после этих верящих не ходишь и изгоняешь это... Изгоняешь и изгоняешь, да, 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 и получаешь арбитраж. А другие не верят, но куда верят? Ну, и знать не могут, опять же. Ну, и знать не могут, поэтому... Ну, вот мы его просто берем, это определение, и видим в нем большое количество дефектов. Ну, ты пока ни одного не услышал-то. Ну, а с Наполеоном? Ну, может... Насчет Гитлера я тебе объяснил, я Наполеон, у тебя мимо ушей всего летит. Ну, я прослушал тогда. Расслушал, повторяю медленно. Значит, цивилизация, наше общее, то есть человечество, фрагментировано. Не существует одной картины мира, одной культуры, у нас несколько цивилизаций. Это принципиальный момент, разные картины мира, да, даже на уровне цивилизации, разные элиты. Так вот, элиты, на самом деле, даже близкое расположенное, они конкурировали. Это отдельный момент, конкуренция элиты, правила поведения, как себя вести элиту, понимаешь, да? Так вот, одна картина мира, национал-социалистическая, была повержена другой картиной мира. В данном случае, вот, прежде всего, коммунистической. Вот. Но не реальность, а реальность. Не, объясните, объясните, в чем разница между фюрером и тем, как бы, немцем, который его слушает, который точно так же верит в национал-социалист. В чем между ними разница? Вот, если фюрер верит в то, что говорит, точно так же, как тот, кто его слушает, в чем разница? Вот, почему этот элита, а этот нет? Вот, если, допустим, фюрер говорит одно, а думает другое, а думает другое, это понятно. Не обязательно быть циником и не верить, скажем, в Бога. Да это понятно. Мы не считаем, что это определение подходит, понимаете? Совершенно не обязательно, да. Вот, но из этого определения не ясно. Как отличить? Вот, есть, допустим, как бы, Гитлер, а есть, не знаю, просто, там, какой-то историк национал-социализма, там, не знаю, который очень хорошо знает, вот, эту картину мира. Он даже как бы... А вот откуда? Вот не факт. А вот не факт. Да пусть положим. Предположим. Условие задачи такого, предположим. Понимаешь, вот, я плохо знаю историю национал-социализма, но я, Бог, более-менее, хорошо. Половина, половина народа накапливая марсизма и ленинизма знала эту идеологию, марсистская ленинка лучше, чем члены Политбюро. Но это не делала их элиты, в отличие от членов Политбюро. Ну, вот, кстати, да. Точно так же, как всякие есть, там, Переследины, там, и так далее, которые, там, что-то знают, как бы, вещают, там, вот, или, там, товарищи, ну, которые считают, по крайней мере, что знают, там, Старикова, там, всякие и так далее, но они что, элиты они или нет? Они вне от себя элиты, понимаете? Они вне от себя понимают, там, разницу с этого. Ну, в итоге-то. Ну, ладно, извините. И потом, мне кажется, сталкиваются все-таки не реальность и картины мира, а разные картины мира, как вы уже говорили. Просто везде всегда картины, никакой реальности никто не знает. В том смысле, как вы думаете, что можно между ними делать арбитраж. Арбитраж можно делать только между разными картинами мира. Ладно, я хочу, вот, давай, садись сюда и рассказывай, потому что ты говоришь все правильно, садись и рассказывай. Это конечный помп у меня будет. Я просто хочу сказать, что вот это определение, оно на самом деле работает. С разных сторон на него глядело, понимаете? Оно работает. Если принять во внимание динамику вот этого сближения картины мира и реальность. Вот эти работники кафедральные, картеры марсизма и ленизма, да, они такими-то стали, когда? Вот такими всезнайками. В 80-х годах, в лучшем случае, в 70-х годах, вот, и к тому времени, ты меня извини, любая там, в Качехово дарница ком труда, да, она могла выйти на трибуну и наравне поговорить с первым секретарем райкома партии. А то и горкома. Да, да, вполне, она могла, потому что она уже освоила картину мира. Так в том-то и дело, что, я же сказал, происходит рефлексия картины мира. Вот ты на первый курс пришел и кванты, что у тебя? О, кванты, нифига не понимаю, да? А потом кончил, да еще и поработал, тебя научились считать, по крайней мере. А потом ты чего-то, у тебя какие-то иллюзии, появились понимания, хотя понять, на мой взгляд, невозможно. Но, тем не менее, она стала тебе близка и родна. Ну, по крайней мере, потому что ты получаешь результат. Общество выучилось марксизму, ленинизму. В школе, в институте, на работе учили. Всем это стало как родное, понимаешь? Оно приблизилось. Более 70 лет перестраивали реальность под эту картину мира. Вот уже просвет. Зачем просвет важен? Почему просвет? Может быть, я об этом не сказал? Потому что просвет дает перспективу, куда двигаться, понимаешь, да? А тут случается действительно полное неприятие картины мира. Вот как произошло у нас в конце 80-х. Вдруг резкое такое отторжение. Не в конце, а вот где-то на моей памяти все 80-е вот это. Общество хватило такое образованное общество в рамках этой картины мира. Поголовное хватило вдруг неприятия этой картины мира. А почему? А в том, что произошло склопывание реальности спортивной мира. На примере Советского Союза в чем это проявлялось? В чем склопывание-то? Где вот осознение? Как теория несоответствия. Ну не надо как бы... Ощущение пропало. Склопывание это значит, что соответствует. Так вот объясните, что чему стало соответствовать, что раньше не соответствовало? Что мы построили коммунизм? Нет. Жилье было доступным. Так не в том, что построили коммунизм. А в том, что реальность. Вот то, что есть. Реально? Абстрактно я понял. Абстрактно схему я понял. Конкретно на примере Советского Союза в 80-е годы. А перспектива пропала непонятно как? Да у нас была же. А куда она пропала? А все пропало? Перспектива это картина мира. Она пропала? Да. Картина мира слепла с реальностью. Почему бы? Конкретно на примере. Вот скажем, полеты в космос. Вот была как бы космическая лихорадка в 60-е годы. Вот был бы хороший пример, вы бы не ответили. Вот люди не захотели там дальше летать. Или в этом духе. Ну, примеры. Потому что все же было как бы там 20 лет назад, да? Что конкретно свопнулось-то? Что значит утрата перспективы? Это значит непонятно, что дальше делать. Вот нет ничего нового, что бы сбышалось над реальностью. Потому что на самом деле, в чем порог-то Советского Союза? Элита оказалась говерными, извините. То есть над картиной мира она не работала. А капитализм работал как хорошо? Да. Я не могу сразу же все проводить. Почему вы можете сказать, что она не работала над картиной мира? А потому. Это по факту да. Народность этого кормилась. То есть развитие? Работали еще как? Развитие не происходило. Может быть это, давайте не обсуждать, от чего это. Или из-за трудностей. Нет. Если не происходило развитие картины мира, это одно. Но вы же нам предлагаете ситуацию, когда картина мира оказалась тождественной реальностью. Да. Вы считаете, что это кризис? И где же это произошло, чтобы в Советском Союзе картина мира оказалось? Как раз наоборот, по-моему, сколько можно жить там? Положить. Да. Давайте жить там не по лжи. Понимаете? Да. Устраним это. Устраним это. Так это как раз расклеивание наоборот. И вот тут-то начинаются вот разные конфликты. А, Александр, ну что там? Эффектно обратный был. Расклеивание случилось. Вот это вот бесконечное, бесконечное как бы различие картины мира. Да. Вот этот. Оказалось, по моим представлениям, что картина мира оказалась полностью не соответствующей нереальности. Что это выдумковое. Это стало как-то всем ясно. Да. Может быть все увидели дельту как раз, не склеилось, а все просто уже увидели эту дельту. Просто все. Да наоборот. Тогда нужен пример. Не то, что не соответствует реальности, а наоборот, она стала соответствовать реальности. Почему? А функция картины мира – давать перспективу. Понимаешь? Ну, допустим, будешь работать – станешь богатым. Я понял. Александр имеет в виду, что не то, что там декларируют картины мира, а что как бы мировоззрение конкретных людей стало соответствовать реальному положению, что они доперли, что они живут как бы в стране, но не самый передовой, что коммунизм как бы мы никогда не построили. То есть они увидели, как все на самом деле… Картина мира реального социализма об этом и заключалась. И самое главное – внутри этой картины не было внутренних механизмов развития. Ты понимаешь? Тупик. Вот я же помню эти вечера и ночи, когда там на работе за бутылкой даже, так сказать, действительно обсуждали. Как? А что делать-то? Непонятно. Картина мира абсолютно была тождественной реальностью. Вот. Ну, то есть иллюзии пропадут, так сказать. Нет, ничего нет. Тождественная реальность… Ну, можно сказать, что… Тождественная реальность – это означает… Просто я на самом деле… Другому быть не может. Еще раз. Если бы кто-то… А и что? Что проблема здесь? Появился колосса, то идиот, который бы написал работу о развитии социалистического общества, да? Что нас ждет в будущем, да? Куда мы можем двигаться, каким путем, чего мы можем достичь в реально обозримое время, да? Это вот появилось бы у нас нечто, на что можно было бы опереться. Ну, коммунизм – это все равно… Это не картина мира, это, получается, идеал общественный. Что коммунизм – это как идеал? Так я рассказал. Петешь – идол. Представься, вот сейчас про отдельного человека. Вот отдельный человек, у него есть как бы представление о том, что происходит в мире. Вот это картина мира, вы назовете. Вот если в начале, как бы там, не знаю, советского времени, у него было представление, что происходит становление коммунизма впереди, там, все, вот… И было, как бы, реально происходило то, что происходило, а он думал, что происходит вот так вот. Вот. Все было нормально. А потом, когда он уже как бы увидел, что, ну, на самом деле, у нас застой. Вот. Вот. И больше… Так это расклеивание картины мира. Да не расклеивание. С реальностью. Реальность другая, а картина мира одна. И реальный был застой. Ну, то есть, он реально стала картиной мира. Да. Ну, да. Я понимаю, что реально стала картиной мира. Все, пошли дальше. Значит, вот, как выход из этого? Вот здесь, на мой взгляд, три поведенческие паттерна, вот, при обнишении просвета или публика этого самого. Из этой ситуации, значит, существует кардинальный выход. Один кардинальный выход. Это полная смена картины мира. Да. Что потом у нас в течение, там, двух-трех лет случилось. Просто в этой ситуации, когда было полное ощущение тупика, а нам сказали, а вот есть. Рядом, да. Да. Ну, рациональный, рациональный человек. Как рассуждают? Ну, хорошо отработает. Да, вот мы где-то теперь понимаем, что мы где-то ошиблись. Может быть, в самом начале. А вот в этих работают. Давайте возьмем. Да. Я еще один момент забыл сказать, если уж мы заговорили о нашем обществе. Что, на мой взгляд, особенность у Советского Союза общества, да, то, что это было самое рационалистическое, самое рациональное общество в мире. То есть, вот по дорожке рацио, вот этого модерн, мы достаточно поздно вступили, стали развиваться. То есть, у нас было религиозное общество без Бога и, тем не менее, самое рациональное. Без Бога, да. Но это религиозное же общество было. Анти. Ну, как анти-то это? По сути, это религиозное, верили в какие-то идеалы, коммунизм, верили в части... Ну, ну, это чисто... Ну, ну, ты мне сейчас будешь говорить, что марсизм – это не рационалистическая теория. Марсизм – это определенного рода вид религии, на самом деле. Хорошо. Ну, это уже... Где невозможна критика, невозможна критика, где существуют критики и так далее. Руки убери глядные от Маркса. Да. Где мумия лежит, наверное. Да. Где мумия на цитальной творчестве. Да, где мумия на цитальной творчестве поклоняется. Была уничтожена полностью, не только религиозная составляющая. Это могу засвидетельствовать. Да. И не то, чтобы раньше в России религиозность была сильная, но вообще-то под корень. Так под корень еще и патриархальность. То есть, вот то, что можно как-то соотнестись с мифологической. Эта рефлекция. В 20-е годы, как мне рассказывали, под корень эта вся... Патриархальность была эта самая, вот, изничтожена. А Ленина положили, чтобы рационально вобрать в себя. Ленина, знаете, что любого это? Его как-то однажды нечистотами залило там говно. А куда же они взялись? Патриарха спросили, что так... И он так сострил, что по-святому и ели. Так вот, чем отличается это... Допустим, почему... Чем отличается... Вот один человек меня слушает. Чем отличается, допустим, от китайских товарищей? У китайцев прошло еще не так времени. Да. У них... Они вот... Вот эти вот... Все процедуры, необходимые для получения рационального человека в чистом виде, они не произвели. У них конфуцианство чего-то значило. То есть традиция. Им было на что опереться. Когда они тоже столкнулись с чем-то таким для себя... Таким тупиком, да? У них было на что опереться. Вот они... Когда они поняли, что они идут в тупик, да? Они... Они... Оперлись на традицию. Это второй вариант. Александр, у вас не поплыть. У вас картина мира, как у каждого человека, своя. А теперь, получается, есть какие-то они, и у них общий чеканый шаг. Ну и своя, да, и общий, и общий, и своя. Ну это означает, что в общем чеканого шага нет, и не могло быть никакого. Это общая картина мира. Атери как? Всем подсказали. Атери. Нет, так мы вот это все об элитах говорим. Потому что это просвет, это ответственность элит. Так, ну, значит, кардинальный выход – это замена новой картины. То есть, или реформация картины, да, или замена на совершенно новую картину. Вот у ГТА случилась реформация, а у нас замена полная. Ну, реформация, общественные идеалы не случилась. Да. У нас замена общественных идеалов. Нет, подождите, на чем мне понравилось? У вас картина мира сменилась идеологией. Потому что картина мира вообще-то отвечает… Мы говорим, что научная картина мира у нас была, научная. Но мы на примере. А у вас идеология стала вообще… Мы на примере. Мы же как бы… Мы же рассуждаем об элитах сейчас. Кстати, Александр… У нас же была научная картина мира. Вопрос такой, ну, понятно, как бы… Вот… Вот хороший пример научный картина мира. Конец девятнадцатого века. Да, казалось бы, физика – все. Все может, да? Физика – вот это все… Ну, и до сих пор там… Маленькая-маленькая деталька. Если есть какая-то наука, то это единственная физика. Все остальное, как бы, не до науки. А потом… Какие-то другие налоги существуют? А там-то как? Там-то как? Там-то как? Где там, как бы, вот эта вот ситуация сближения, там, реальности и этого? И почему… Так вот, казалось, что в ланках вот этой механистической физики можно вообще объяснить все мир. и прогнили… Там паровозы стали ехать, там что… Ну, паровозы… Все понятно. Машины… Ну, ну… Самолеты уже… Уже залетали, да? Вот… Дифференциальное уравнение уже там… Это уже было в него в год, там уже… Многие могли… И люди сбунтовались, да? Да. Нет, так наоборот. Это вот… Понимаешь, вот казалось… Все можно. Все можно. Вот есть картина мира. Ну… Там вот нужно медиа-динференциальное уравнение. И все. Так почему, как бы… Не все. А потом бабах и революция случилась. Новая. Хорошо. 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 Если мы… Они знали… Если… Если мы построим царство божие на земле, да? И реальность совпадет с картиной мира. Вот. Тоже так же будет революция? Конечно… Или, конечно… Нет, просто потому что вот сейчас, как бы, в основном, вот, допустим, в советском, да, сценарии, да, Людей же их, в первую очередь, не устраивало, как реальность, так и, как бы, вот, картина мира, которая совпадала с реальностью. Их именно не устраивало, что они живут так. Если бы их устраивало так, как они живут, да их не смущало, что, так сказать, их представление… Что ангелы… Если бы тебе дорисовали картину мира, как вот из этого того, что тебе не нравится перейти к тому, что нравится… Да, это понятно, что… Да. Ну, почему мы не рассматриваем вообще вариант, когда мы находимся в ситуации, что нравится, понимаете? У нас картиномер, она в действительности, но она нам нравится. Да. Мы все время говорим про, как бы, ну, про общество какие-то, про элиты, это понятно, да? Но представить себе на секунду, да, что мы живем, как бы… Нет? Ну, такое вот… И общество… И физики как раз развивалось, как я говорю. Ведь вполне возможно… Другими словами, вот я рассматриваю ситуацию, когда вот это все слипается, да? И элита, оказывается, не способна, да, чего-то делать. И вот эту ситуацию неприглядную ей приходится длить как-то, да? Вот. Для чего отработано вот три основных паттерна поведения? Значит, первый… Значит, кто-то уже об этом говорил, это возврат к исходнику, да? Это когда происходит борьба якобы за аутентичность, в скотины мира убираются все вот в позднее новослоение, просто, да? Это обычно там через одно поколение. В подденном ленинизме. Да, о! Это 37-й год, вот, да, вот старые большевики и все такое, да. И тогда, как бы, немножко все проясняется, но хотя и появляются новые сложности, но они уже не прежние, а какие-то вот новые, да? И за ними маячит вот надежда на преодоление, то есть на перспективу движения. Когда появилась Россия? Годы там… Годы там… Давайте, давайте уже по трех годам пройдемся… Да. То же самое случилось в 2011 году, тоже, кстати, 20 лет прошло. А Россия какого-то теряли? Когда вот наши либералы, между прочим, о чем говорить-то? Все, это самое надо, там, к корням возвращаться. Вот… В 2011 году? Да, да, вот тогда Болотная, да. А при чем с корнями? Ну, к товарищу Гайдару, конечно, да. Какой же он корнями? Потому что там наделали ошибок много в процессе… По-моему, все на Болотной говорили, что КГБшники пришли к власти, просто вот это надо. А при чем здесь, а при чем здесь ошибки? При чем здесь корни? Вот просто как у брать? Кто эти ошибки-то совершил? Вот либералы совершили эти ошибки. Кто привел… Либерал Куден привел якобы вот ошибка… Другие ошибки… Куден не старает ошибку, да. Еще такой другой вариант существует, вот при утрате полного контроля на картину мира и реальности. Это просто мы замазываем картину подыщем, чтобы уж вообще ни фига было не разглядеть, а потом бегают вокруг в картины, пытаясь понять, разобраться, что там намалено. То есть картина тоже буквально в смысле? Да, конечно. Вот ситуация после окончания 1950-х годов, к этому разным, ну, предшествующим, может быть, конец 70-х, разным на раз можно ссорить. Научная картина мира не изменилась с этих годов-то, ну? Да, научная не изменилась. Ну и что тогда, и что, как быть? Ну, по-моему, картина мира применила только понятие научной картины мира, а все остальное это идеология, ну, или там, как это назвать, еще. Идеология может меняться у каждого человека в течение жизни 10 раз, ну, там, 20-100 раз, хоть сколько. И это никак картина мира не затрагивает, научная. В одной и той же картине мира у нее может иметься много раз идеология. То коммунист, то демократ, еще как-то. Давайте третий вариант. Последний вариант, это подкопа, это реальность. Это когда там общество садят в яму, или, ну, просто навязывается мнение, что идеология там совершенно не нужна. Вот. И самое главное, это вот реальность. Да? Да. Мне кажется, вот вы... А как будет ее подкопаться? Вы наш вариант не добавили. Можно же, как бы, вот здесь совпали они, да? Реальность опустить. Понимаете? Вот это и какой паранайс. Ну, чтобы они были в 70-х? Это реально. Это можно нагнут. Это называет общественного, в конце общественной деградации. Вот на самом деле, никакой деградации в конце 80-х сам еще не было. Да? Ну, они уже слиплись. Как ты теперь возьмешь, понимаешь? До того, как они слиплись, и раз переворачиваешь. Ну, это успеть надо было, поздно уже. Все уже слиплись. Вот деградации-то не было, вот тогда ты... Нет, то сейчас, понимаете, давайте, чтобы было хуже. Тогда станет ясно, куда стремиться. Что все для 70-х. Ну, это, вот козу в дом приведи, и тебе станет понятно, что такое счастье. Вот это. Но это, может быть, не физическая буквально коза, да? А вот тебе внушать, что у тебя в доме... А, физический козел. Да. Что у тебя в доме живет коза. А потом берут. То есть, реальная коза не нужна. Тебе нужно внушить, что у тебя дома живет коза. А потом сказать, слушай, вот все. Она ушла. Это картина мира у всех одна все-таки или у каждого своя? Если у каждого своя, никакую козу привести нельзя. Она у меня своя, какая бы... Считается так, чтобы мы, как бы, жили спокойно и, так сказать, не протестовали, там, не революцию не устраивали, элита должна поддерживать вот эту вот, у каждого из нас какую-то... Одинаковую реальность. Не одинаковую, но важно, чтобы у тебя и у меня реальность была с какой-то дельтой. Может, у тебя своя дельта будет и свои реальности, а у меня другие. Поэтому, как бы, можно, там, петь твои, там, не знаю, религиозные мировоззрения и одновременно с этим еще какое-то. Можно же сразу много взращивать, понимаешь? Главное, чтобы все были довольны. А если какой-нибудь пильок, там, маленький, там, он не знает реальность. Я какой-то фильм смотрел, там, про какого-то... Эпик фильм, эпик фильм. Не, про то, что человек понял, на самом деле, что... Я не могу так жить. Смотрите, там получалось так, что... Помните, когда репрессии были, да, и, оказывается, сейчас-то было, что ли, люди на себя наговаривали, потому что им якобы на следствие говорили, давай наговори на себя, это же поможет социализму. Мы врагов уничтожаем, люди увидят, что такие враги есть, да, и поймут, что, как бы, все плохо от того, что есть враги, как бы, да, и воспринут духом, и начнут дальше работать и строить, и они, как бы, коммунисты-то некоторые соглашались, они понимали, какую пользу того, что будут уничтожать врагу. И вот я видел фильм, как будто бы человек понял, на самом деле, что это все обманка. И, там, с пистолетами, там, хоп, там, ну, в общем, как бы, там, всех убивал, там, как бы, он понял, как бы, он жил, как бы, в реальности, да, где все вот эти, вот, всякие, вот, всякие вещи не проходили. То есть, он, как бы, элита, получается, как бы, элита в нашем понимании. Он понял, что все, что все вот эти, и его нельзя было бы обмануть. Ну, у него схлопнулось, наоборот, он понял, как бы, у него... Наоборот схлопнулось, да? Дельта прошла, да, и он взболтовал. К застой пришел раньше, да? Да, да, да. Ну, еще, вот сказать, особый случай – это война, да? Ну, это есть, мне кажется, вот, опустание реальности. Вот, и худшему реальности. Это, на мой взгляд, это немножко другое, да? Война проверяет вот эту самую существующую картину мира на прочность, да? Как показывает опыт, по-моему, это мало кто выдерживает это все. То есть, картина мира вот формирует культурные, обеспечивает культурные формы восприятия реальности, да? И вот война их разрушает. Человек сталкивается с тем, что, по его представлениям, не должен. Так не должно быть, а это есть. И вот его охватывает этот социальный ужин. Ужас – это зафиксировано в литературе, да, особенно после Первой войны. И картины мира рушатся, да? Человек теряет себя. Поскольку, на самом деле, для человека страшно не эта тотальность, вот говоришь, что там тотальное общество, а прочие формы навязывают. Это не так страшно, как разрушение всяческих форм, да? Социальных, культурных. А если воинство еще… Потому что человек должен знать, как должно. Понимаешь, да? Ну а если воинство еще общество, которое хочет войны и считает, что война – это должное? Вот. И это такой момент. Поэтому настоящему солдату легко на войне, да? Что есть настоящий солдат? Это человек, который воспитанный, у которого своеобразная картина мира, который готов к войне, да? Для него это должно убивать, допустим, в определенных случаях. Значит, из всего уже сказанного следует, что если имеет место быть прокрастинация разработки картины мира, то есть какое-то отладывание инноваций, да? Или когнитивная ригидность, допустим, когда есть уже картина мира. Вот принесли нам блибочкой с благоемочкой, а ребята сидят и говорят, нет, мы боимся там, еще чего-то, да? То происходит вот социальный глобс. И мы где-то вот, может быть, к этому уже приближаемся. У нас как раз наоборот. У каждого своя идет. У нас на протяжении последних десяти лет разрабатывается картина мира. Например, что США как бы постоянно пытается там развалить... Ну да, потому что США постоянно пытается навязать свою картину мира. Да, да, что пытается навязать нам свою картину мира. Что как бы вот КГБ прозевало развал Советского Союза, но уж теперь как бы не даст в обиду нас и так далее. У нас как бы эта картина мира и она создает дельту, понимаете? Там все с этим нормально. Вот и народ как бы его устраивает. Какую? Потому что... Какую? Какую? Потому что... Как вы ее усматриваете? Нет, Советский Союз из всего, что я сказал... Потому что надо напрягаться. Ты живешь, ты не замечаешь, что они мутят. А они мутят. Понимаешь? Это что-то похоже на то, что Харька видел. Нет, а он есть. Похоже, да. Но важно, что ты как бы все время в этом напряжении. Война. Реально война, говорят нам. Идет. Да. Вот когда вот эта разница вытращивается, то происходят, вылетят там тоже различные разборки. Это понятно. Почему? Потому что уже доходов на всех не хватает. Разница уменьшается между реальностей и картиной мира. И элита, различные элитные группы начинают задумываться. Что делать? Как поступать? Там разные варианты есть. Или брать новую картину мира. Или реформировать. То есть у вас кморские заработки, кморские заработки... Опять элита как бы... А других заработок наживается, да? Хотя вот как бы большевик там не наживался. Тот же фюрер не наживался. А вот тут они наживаются. Не получается ли у вас, что у вас одновременно существует такое понятие? А есть ведь более широкое, да? Элиты это просто те, кто эксплуатирует других, понимаете? Вот есть как бы... Причем это такое широкое определение, которое позволяет как бы и маленькую элиту, которая вот так сказать... Вот элита, допустим, не знаю, в этом городке. Вот она эксплуатирует там. Элиты на предприятии, да? Вот. И один из способов эксплуатации, не единственный, не последний, может быть даже не первый, да? Это вот через как бы дельту вот на этой картине мира и реальности. Ну можно и просто принудить, можно заставить их загнать в лагеря, а можно как бы еще... А вообще зарабатывать не народ? Ты разве можно, мне просто интересно? Ну... Просто внутри картины мира спокойно сидишь и зарабатывать. Ну можно, можно, можно. У вас получается, что с элитой тогда ты будешь просто зарабатывать. Просто, просто тут как бы вот, вот эта вот дельта, да? Нет, ну а многие говорят на эксплуатацию, нет? Они не знают никакую разницу, они живут в картине мира. Да нет, я бы не сказал, что это то эксплуатацию, а наоборот. Понимаешь, элита приносит пользу, а не вреда. Никакой не паразит. Потому что я же... Нам нужно сюда. Десятый раз, повторяю, человек, не держит дельту. Нуждаясь в том, чтобы знать как должно. Ну вот такой человек не нуждался же и такой человек не нуждался. А он ничем сильно не отличался от нас, понимаете? Религиозный человек? Титаны держат дельту на камерах. Еще, здравствуйте. Ну какая мощная была картина мира. Он знал, что как трудно. Он не нуждался в этой дельте, понимаете? Ну как-то... Да нет, это все... Мир схлопнется, если не будут титаны, которые держат дельту на камерах. Еще! Честь безумца, который навеет человеческое солнце, то это... То что? Нам очень нужно. Конечно. Потом все-таки, да? Вот я понимаю, как бы, вот видите, Россия, там, вот строим коммунизм, там, будущее и так далее. Вот есть, там, допустим, какая-то скромная маленькая Финляндия, которая живет, как бы, как живет, да? То есть она, как бы, адекватна с тобой себе. Ну, по крайней мере, я не знаю, это фантазия моя, да? Может, по обожаю на Финляндии. Но когда я заезжал туда, слушал там рассказ, мне кажется, вот люди живут, как бы, им ничего не нужно сверх того, что есть, да? То есть они выращивают там детей, там, да? Вот еще там. Вот. Да. Либерально-демократическая очень мощная картина мира, да? Это во-первых. А где там вот это вот, да? То есть где? В чем разница? Они стремятся в космос. Или, может быть, дело в том, что они живут там за счет каких-нибудь, там, недоразвитых странств. В чем, как бы, различие между вот этой картиной мира либерально-демократической и их же реальностью? Где там, как бы, это, подскорбление-то? Финансов. Это же все. Ну, финансов. Да, это все, это супер, ты понимаешь, да? Вот тебе говорят, что будешь хорошо работать, станешь богатым, да? Да. Вот, но гораздо проще, так сказать, вот не работать более, так сказать, ну, в таком понимании общераспространенном, да? А заниматься финансами. Это раз богатеешь гораздо быстрее, на самом деле. Правильно, так, да. Ну, хорошо, как бы, вот в этом она расходится, да? Какие-то вот... Не, мне кажется, Александр правильно говорит, что на арбитраже реальность и картины мира, наверное, зарабатывать можно. А лучше говорить на арбитраже одной картины мира и другой. Только это никак не делает людей, которые так зарабатывают, элиты. Они могут быть обычными людьми, а могут быть элиты. То есть это... Правильно. Вот мы к этому, давайте уже время, уже заканчиваем. Совсем на определение элиты. Я пару слов... Значит, я пропускаю, это, может быть, в следующий раз, там противостояние элит, есть определенные способы, и как себя должны вести элиты разных картин мира. Потому что противостояние элит, может быть, внутри картины мира, но это не так интересно. Это историками описывается. А вот как происходит противостояние элит, которые придерживаются разным картин мира, это более интересно. Вот, допустим, сейчас обсуждается такая проблема, как борьба международной бюрократии и глобальных элит. Нет, извините, международной бюрократии, то есть глобальных как бы элит и национальных элит. Да. Устает вопрос, возможно ли вообще мировое правительство. Оно невозможно, на мой взгляд. Причитается, что уже есть. Оно невозможно. Оно невозможно, но когда иногда причитается, что уже есть. Поскольку разные цивилизации, разные картины мира. Они уж очень различны. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд... Так они же и говорят, что они пытаются этого добиться путем как бы насаждения своей картины мира. Вы просто говорите, что это у них не удастся и все. Да, на мой взгляд, там есть другие собрания, что у них это не удастся. А мир двигается к регионализации, как экономической, так и целинционной. То есть к оформлению нескольких современных империй, центров силы, валютных там или военных союзов. Вот, на мой взгляд, что в ближайшее время нам грозит. Так вот, тем не менее, глобальная элита – это понятие, которое имеет смысл. Почему? Потому что глобальная, современная и будущая, ну и современная уже элита, она имеет выгоду на разнице картины мира. Это вот то, что утверждает Булат. Это вообще, на самом деле, это высший класс, да? Вот, если политика-экономическая многополярность, которые, много говорят, будут реализованы как так, то появится уже основание говорить об этой суперлите. Вот, ну всем, что я хотел сказать сегодня. Просто мне кажется, нашему элиту надо узнать, что такое реальность. Мне кажется, что понятие элиты, оно какое-то настолько новоделое и как бы… Да, появилось недавно достаточно, да? Да, и зачем оно нужно как бы, да? Почему такие разговоры проявить и так далее? Да, все хотят ей быть, управлять, что-то еще, блин… Ну научитесь… Потому что это некая композиция, которая нам навязывает, что есть какая-то элита, есть какая-то подэлита… Нет, мне тоже это вас интересовало. У тебя реально недавно возникло? Недавно, абсолютно. Сварочка достаточно новая. Появилось-то, может, лет десять назад. Да, меньше-то, что там… Ну, да. И началось. Ты… Раньше было арестом брать. В социализме было как-то нескромно об этом говорить. А капитализм оправдывает. Ну, а там, вы думаете, на Западе такое понятие, как бы давно всегда существовало, вот элита, элита? Может, существовало по определенных школах. Взяли нам, притащили сюда. И навязали. И навязали, да. Но это, безусловно, историчное это, культурное атмосферство. Не очень, я тоже не очень понимаю. В руках хопа не было, не было, бац. Я тоже обращал внимание, бац, и появилось. Начали говорить, типа… Ну, не знаю… Учения нет, алама были, это все равно говорили. Ну, фиг его знает. Ну, во-первых, здесь элемент, как бы, персценификации. То есть, как бы, ну, знаете, значение личности в истории, условно говоря. Ну, в том плане, что здесь о людях какие-то идет речь. То есть, потому что, допустим, советский аппарат, да, это все-таки в первую очередь аппарат. Это, как бы, вот система, да? Функционал. То есть, это функционал, это, как бы, система самоподдерживающая. То есть, там люди, они… Ну, я не знаю, может быть, там, Сталин действительно как-то отличался, да, и так далее. А может быть, как бы, это его система сделала таким… То есть, по-разному можно смотреть. Ну, наверное, все-таки партии… Да, он был чрезвычайно непривычен. Когда Нина, дочка Абаренко, сказала, что мои родители… Помню, что ты такого? Ага, да. …принадлежать к элите советского общества. Это настолько резло слух. Ну, да, да, это правило. Ну, да, да, это правило. Ну, только что… Сталин, конечно, был, мамон, вот этот гениальный человек. Тиран, ну, гениальный. Может, как раз элиты и раскалывают общество? Нет, после этого проекта где-то в начале нулевых, по всей видимости, в стране начали вот это… Сталину, как бы, вот как сказать… Знаете, вот я понимаю, зачем, так сказать, быть элитой там, не знаю, кому там… Ксении Собчак или кому еще там… Или Кудрину, или… Зачем Сталину быть элитой? Он и так Сталин, понимаете? Потому что он… Ну, генерализм и так далее. Назвать его элитой – это как-то глупо, да? Да, не заходить… Ну, какой там элит? Была аристократия, были там… Были офицеры, были чиновники и так далее. Просто двое слово. Элитой назвали другим словом. Ну, по сути, ничего не поменялось. Теомэлитом несет в себе тупые коннотации. Да, да. Они… Нет, 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 это член политбюро, это член политбюро. А аристократия – это немножко совсем не важно, это разно. Ну, вот так и дело, что аристократия, как бы, не была элитой. Да, не была элитой. Они не делали это разница. Аристократия просто как бы... Аристократия это была аристократия. Ты не мог стать просто так аристократией. Аристократия не была лучшей. А элитой ты можешь просто так стать. Нет, не важно. Слово элита несет определенного рода коннотации. Она раз прогнозирует, что есть элита, значит есть и не элита. И когда тебе говорят, что история творится с столкновением элит. И в самом деле тебе показывают, что ты здесь никто. А здесь некие элиты. Теперь делать ничего не надо. А ты как Старика будешь обсуждать. Я как Эджин там на них. Налево и направо. Главное, что это наша элита. А это вот праздник. И надо поддержать наш капитализм. И вот очень похоже, что с той стороны, как служилое сословие начало оформляться. С той порой нам закинули эту штуку термина элита. А мы должны пролетать и экстрации менять. И появилась вот эта замечательная штука, когда профессор в университете получает 20 тысяч, а ректор миллион. Тогда же появилась ситуация. То есть вот этот скачок даже в доходах, просто на порядок, даже на два порядка. Это же свежая. Это совершенно похоже, что… Невообразимое на Западе. Это вот меня в свое время… Да, невообразимое совершенно. Это невообразимое. То есть вот это… А зарплату себе он не может. Ему премию там… Если то так, то естественно. Если много грантов, человека отмечают. Такого нет, чтобы я получил грант, а потом 80% себе отчислил на зарплату. Это невообразимо. Значит, получается определение… Нет. Здесь арбитажей не просто. Но то, что административный персонал, да, получает какие-то непонятные, там, огромные зарплаты… То есть приводя ЕГЭ… Еще раз говорю, тогда значит определение, связанное с тем, что элита знает реальность и живет на… Совершенно. Не работает. Вы сами рассказываете пример неработающего… Мы, 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 мы полагаем… Раз они получались не за что, а еще… Одинаково, одинаково подметили, что термин элита оказался в нашем обществе скинут совершенно недавно. Мне тоже такой вопрос заворвался. Причем для того, чтобы как бы обеспечить им… Как это называется? Легитима… Легитима… Что типа, обязательно должна быть элита. Нет. Это… Это как бы не легитимизация, а статус, да, то есть… Они же не… Оправдание, оправдание. То есть они не просто захватили власть, они по праву захватили власть. То есть, должна быть элита. Да. А потом мы начали обсуждать… То есть, они… Это вот... Вот мы уже рассуждamos в точеч patreon it синичное это. Это вот в тот же точеч bueno it, да. Ну или захватываем власть. Нет. Они же знают. Во реальности сейчас на арбитражерах мы с нас все по своему упражнению! К diarrопатілено партии про Россию да? position mill Stories… Мы не знают реальность, поэтому выписываемся… Александр, по вашему упражнению хотим стать элитой сейчас. Мы реальности знаем, что тут никакой элиты нет. Да,identженцы. Сейчас на арбитражерах играли. Я хочу еще одно сделать сообщение насчет Марса, те самые ресурсы, которые нужны, которые Александр Сергеевич так не нравятся, нам недоступны, безусловно. Поэтому сделать ничего не можем. Хотя арбитраж осуществить, то есть мы видим разницу, да? Реальность и реальность. Да, поэтому я и говорю, что этот самый парень, который был в психушке, думал, что он на плен и выздоровел, он не относится к кредит ни в коем случае. Важный момент. В каждой социальной группе можно выделить элиту. И в том числе в подкупе сумасшедшем. Среди аристократов. Хотя аристократов вроде там по определению нет. У Александра есть уже своя картина мира, он тебе ее навязывает. Ну, здесь парадокс, как бы пример пример Игоря, что вот эта дельта, огромнейшая дельта. Наполеон он или нет, да? Или он понимает, что он не Наполеон. Она никому не интересна, по большому счету. Понимаете, да? И никому не влияет. Даже на доноседних сумасшедших. Он может таблетки на халяву, слышишь? Он может таблетки на халяву получать их, не пить, пускать, продавать, короче. Ну ладно. Даже считая себя Наполеоном, он может так поступать. Я не согласен, что у тебя в любом вществе есть элита. У тебя это вот тоже свежака, это сериал кухни, я смотрю. Да, да. Блин, раньше в голову бы это не могло прийти. А теперь у них оказалось, что к этой кухне элита. Они в саумы ходят вместе. И человека взяли, но такого раньше же не было. У тебя есть люди авторитетные, есть там, выше по состоянию. Но это не делает их элита. А что делает элита? А элита делает, что не совершенно особенное. Элита. И она предполагает, в том числе, и порядковую дельту в доходах и доходах. Ну и естественно, как вы говорите правильно. Просто порядковую. И понимание реального положения вещей. Ничего они не понимают. Не понимают. Я думаю, что хорошее определение элиты – те, кто меняет реальность. Ну блин, ну… Ладно, господа, чувствую, что вы как-то не прониклись. Не прониклись. Поэтому у меня есть вот конечная… Хлопок есть, да. Хлопок. Ваша татьяна мира, вы навязываете всем и хотите на витражи сыграть. Да нет. Я в следующий раз собираюсь Марса объяснить в этой терминологии. То есть основные определения марсизма, да, вот в этой терминологии. Если это вас не убедить, то все. Нет, Марса никогда не убеждал. Нет.